Издательство МАН Иванов и Фербер представляет Отто Шармер Основы теории Ю Главные принципы и применение на практике Читает Андрей Курилов Зарождающемуся движению людей, соединяющих три основных разделения нашего времени Экологическое, социальное и духовное Введение Через 10 лет после того, как в 2006 году вышла «Теория Ю. Лидерство из будущего», ко мне обратился издатель и предложил написать эту аудиокнигу. Разумеется, он высказался немного вежливее, но смысл был примерно такой. Конечно, «Теория Ю» отлично продается, но, честно говоря, мы понятия не имеем почему. Ее же невозможно читать. Пятьсот страниц, куча таблиц, сотни сносок – все то, чего, по мнению любого издателя, в книге быть не должно. Но затем добавил «Почему бы тебе для разнообразия не написать нормальную аудиокнигу, которую можно прослушать покороче, легче для восприятия, более современную?» Видимо, он заметил, что я немного обиделся. Поэтому быстро рассказал о других авторах, которыми я восхищался и которые сделали в свое время то, что он предлагал. Сначала написали о своей концепции подробно, а затем в следующем издании объяснили понятнее. Аудиокнига, которую вы сейчас слушаете, появилась именно таким образом. Надеюсь, она будет вам полезна. Пока я писал это вступление к «Теории Ю», методу, созданному на основе сознавания и направленному на изменение систем, пытался ответить на вопрос «Как мы получаем знания, сталкиваясь с разрушениями?» Как учимся на опыте зарождающегося будущего? Теория Ю объединяет системное мышление, инновации и руководство преобразования с точки зрения развивающегося человеческого сознания. Основанная на традиции исследований и обучения в действии в Массачусетском технологическом институте MIT, Теория Ю развивалась в течение двух десятилетий экспериментов и совершенствовалась в работах действующего мирового сообщества практиков. По сути, она состоит из трех основных элементов. Это первый – общие принципы, позволяющие увидеть слепое пятно лидерства и изменения систем. Второй – метод внедрения изменений, основанных на сознавании, процесс, принципы, практике. Третий – новое осмысление эволюционных изменений в обществе, обновление наших психологических и организационных операционных систем, ОС, во всех секторах социума. Часть первая исследует основы и главные идеи теории Ю, главы с первой по четвертую. Она освещает самое важное слепое пятно в руководстве на сегодня – внутреннее состояние, из которого проистекают наши действия. В части второй описаны процесс Ю, принципы и практики теории Ю, глава пятая. В ней представлены практические методы и инструменты для инициаторов изменений. Основное внимание уделяется созданию коллективного потенциала для осуществления сдвига во внутреннем пространстве, из которого происходят наши действия. Часть третья по-новому рассказывает о глубоких эволюционных изменениях в обществе, главы шестая, седьмая. Что нужно для реорганизации общества, чтобы решать насущные проблемы нашего времени? Каким образом можно применить силу внимательного осознавания к трансформации коллективной системы? В этой части аудиокниги излагаются основы структуры обновления операционных систем наших учебных заведений, экономики и демократии. Эта же система координат применяет основные концепции теории Ю для трансформации капитализма. Теория Ю объединяет следующие методы и линии передачи знания, связанные с притворением изменений в жизнь. Исследование действием и организационное обучение в традициях Питера Сенге, Эдварда Шейна, Дональда Шона, Криса Аргириса и Курта Левина. Дизайн мышления в традициях Тима Брауна и Дэйва Келли. Методы внимательной осознанности, наука о познавательных процессах и феноменология в традициях Франсиско Вареллы, Джона Каббат Зина, Тани Сингер, Артура Зайонца и Дэвида Бома. Общественные движения в традициях Мартина Лютера Кинга, Нельсона Манделлы, Махатмы Ганди и миллионов других лидеров, изменивших жизнь общества, каждый в своих локальных контекстах. Лидерство по теории Ю. Культивация социального поля. По сути, теория Ю проводит разграничения между разными способами проявления в мире наших действий и внимания. То, каким именно образом я направляю внимание, определяет то, каким образом это проявляется в реальности. Или, как сказал бывший СЕО, главный исполнительный директор, аналог российского генерального директора, компании Hanover Insurance, Билл О'Брайен, успех нашего вмешательства в ситуацию зависит от внутреннего состояния того, кто вмешивается. Теория Ю привлекает наше внимание к слепому пятну современного лидерства, а именно к внутренним состояниям условиям или основополагающим истокам, из которых мы исходим, когда действуем как индивидуально, так и коллективно. Поскольку я вырос на ферме, мне нравится сравнивать наше внутреннее состояние с полем. У каждого поля есть два измерения. Видимое, то, что растет на поверхности, и невидимое, то, что ниже поверхности или качество почвы. То же самое можно сказать и о социальном поле. Мы видим действия людей и практические результаты, которых они достигают в видимой реальности. Однако редко обращаем внимание на условия, находящиеся глубже. Теория Ю приглашает нас обращать внимание на это слепое пятно, на незримый источник, как измерение социального поля, на качество отношений, которые мы поддерживаем друг с другом, на систему и на себя самих. Теория Ю определяет четыре способа или источника того, как действие и внимание входят в мир. Они возникают из разных характеристик сознавания. Первое. Привычного сознавания. Второе. Сознавание в рамках эго-системы. Третье. Эмпатического отношения. Четвертое. Генеративного, созидательного, экосистемного сознавания. Иными словами, автор говорит о различии между эго-системной, от слова эго, и эко-системной, от слова экология, осознанностью. В первом случае наши видения и деятельность крайне узки, ограничены и индивидуалистичны, в последнем целостны и системны. Суть лидерства в том, чтобы осознать нашу слепую зону, эти внутренние условия или источники, а затем изменить внутренний источник, из которого мы действуем в соответствии с тем, чего требует ситуация. Это означает, что, как лидеры и творцы изменений, мы должны культивировать почву социального поля. Социальное поле состоит из отношений между индивидуумами, группами и системами, которые порождают модели мышления, общения и организации, и эти модели, в свою очередь, дают практические результаты. Социальные поля подобны социальным системам, но они видны изнутри, из их же внутреннего состояния. Чтобы перейти от перспективы социальной системы к перспективе социального поля, нам нужно начать осознавать слепое пятно. На каком именно уровне находится источник, из которого происходит наше внимание и действие. Именно местоположение истока наших действий и внимания принципиально влияет на качество руководства, обучения и слушания. Проблема современного лидерства заключается в следующем. Большинство людей считают, что лидерство представляет собой некое собрание индивидуумов, которыми управляет один человек наверху иерархической лестницы. Но если мы рассматриваем лидерство как способность системы к совместному чувствованию и формированию будущего, то понимаем, что лидерство распределено на всех, оно задействует каждого участника. Для развития коллективного потенциала каждый должен выступать в качестве хранителя более крупной экосистемы. Чтобы лидерство стало надежным, более распределенным, то есть зависело от каждого и осуществлялось на высоком уровне сознательности, нам необходимы социальная грамматика, язык, социальные технологии, методы и инструменты, новое осмысление социальных изменений. Грамматика социального поля изложена в части первой. Метод, основанный на сознании социальной технологии, приведен в части второй. В части третьей они включены в представление об обновлении общества и цивилизации. Теория Ю вращается вокруг главных процессов совместного чувствования и совместного формирования новых возможностей будущего. Однако она включает в себя не только это. Основы и метод, описанные в этой аудиокниге, работают как матрица, а не как линейный процесс. Вот некоторые способности, присущие лидеру и лежащие в основе метода Ю. Приостановка и удивление. Только приостановив свои суждения, вы можете открыться новому и начать удивляться. Удивляться означает замечать, что мир существует и за пределами ваших моделей загрузки. Совместное чувствование. Вы должны оказаться в местах наибольшего потенциала. Пусть с этими местами вас связывают широко открытые разум и сердце, потому что именно в этих коммуникациях прорастают семена будущего. Сила намерения. Это основа. Во всей работе над чувствующим присутствием более глубокое намерение становится противоположностью коллективного внушения. Здесь речь идет об увеличении, а не уменьшении диапазона возможностей. Об укреплении источников «я» в мире, которые в противном случае разрывают нас на части. Нужно, чтобы вы осознали собственные источники любознательности, сопереживания и смелости. Совместное созидание. Исследуйте будущее деланием. Стройте своего рода взлетно-посадочные полосы для зарождающегося грядущего. Создание вместилища. Формируйте новые поддерживающие пространства, которые активируют генеративное социальное поле. Проблема современных общественных экосистем заключается в разрыве цепи обратной связи между частями и целым. Теория Ю предлагает способ пересмотра коммуникаций частей и целого, давая возможность системе почувствовать и увидеть себя. Когда это происходит, коллективное сознание начинает переходить от сознавания в рамках эго-системы к сознаванию в рамках экосистемы от разрозненного взгляда к системному. Методы и инструменты теории Ю позволяют группам делать это на уровне коллектива. Например, социальный театр чувствующего присутствие. Позволяет заинтересованным сторонам в системе чувствовать и видеть себя, и отдельные личности, и коллектив. Этого можно добиться, перенаправив луч наблюдения обратно, на наблюдателя. Это важно, потому что энергия следует за вниманием. На что мы, как лидер, воспитатель, родитель и так далее, обращаем свое внимание, туда и идет энергия всех участников. В тот момент мы видим, как качество внимания смещается от эго к эко. От себя к нам, то есть когда открываются более глубокие характеристики поля и активизируется генеративное, созидательное, социальное поле. Моя работа с этими и другими методами изменений за последние 20 с лишним лет сводится к следующему. Качество результатов, достигнутых любой системой, определяется качеством сознания, с которым действуют люди в этих системах. Если коротко, форма следует за сознанием.